Приветствую вас! Подавляю вашему вниманию историческо-экономическое видео. Сегодня выходной. Там бог велел поговорить по-великому. Смотрите, какая ситуация. Я знаю, знаю, что с точки зрения обывателя вам кажется, что создать империю, а тем более развалить, может и на человека. Это глупость. Чистейше. Смотрите, какой бы ни был человек, создать империю он не может. Как и развалить тоже. Появление любой империи, ее развал или закат, имеет объективно экономические факторы. Да, да, да. Я вам сейчас про это расскажу. Вы внимательно послушайте, а после этого можете сделать вывод. Хм. Российская империя развалилась или нет? А Российская Федерация, осколок Российской империи, будет дальше разваливаться или нет? Но для того, чтобы проще объяснить, что такое империя, как она появляется и какие здесь плюсы и минусы, давайте обратимся к истории Китая. Я знаю, знаю, что вы плохо знаете историю Китая, я с этим хорошо знаю, но она просто очень наглядная, она, понимаете, показательная, там очень много примеров. Конечно, вы слышали такое слово Китайская империя. Ну, как можно было не слышать. Но если уже исходить с точки зрения истории, действительно, документов, то первая Китайская империя, именно империя, на таком понимании, не разговорном, а ранее, это была империя Хань. Вообще-то империя Хань существовала во времена приблизительно те, которые существовала Римская империя. Самое интересное, что империя Хань тоже распалась на западную и восточную, и восточная Хань пережила западную. Это ж надо ли там? Ну, поймите, какая ситуация. Понятно, что вы учили, знали для вас, Римская империя, это что-то такое... Ну, вот! Но для истории Азии Римская империя это ничто. Но Хань это что? По этой причине вот империя Хань показывает, как появляется империя. До этого империи вообще не существовало на территории Азии, ну, тем более Китая. Существовали, ну, так, не хочу называть, как они называются по-китайски, это вас забудут. Давайте так, назовем, как мы, при княжестве, церкви маленькие и так дальше. Вообще, по большому счету, хочу вам напомнить, что в первобытном обществе, ну, когда зарождалась, как бы, цивилизация, появляли что? Общины, там, землядельцев, охотников, собирателей и так дальше, в голове которых стоял умный, справедливый вошадь. Да, 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 первоначально, вообще-то, происходила ситуация, есть община, в голове которой стоит руководитель, который, в общем-то, контролируется членами общины, и, по большому счету, по-моему, это идеально, ну, судить, ну, во-первых, община вне обидей, которые, ну, более-менее, ну, если не знакомы, то хотя бы имеют один менталитет, одни привычки, ну, одни какие-то навыки. Скорее всего, вождя, которого, там, избирают, или которого, там, по наследству, его тоже хорошо все знают. Ну, он свой, здесь, вот. То есть, он как бы со своих. Мало того, получается, что так как это община, она общается, она живет своим мирком, да, она может расширяться, появляться там новая, расширяться, создавать новое поселение, это образ, но остается, как бы, как вы говорите, единый дух, единая идея. Нет. Единые продукты, единые деньги. Понимаете, всегда любая община держится на, ну, если первобытно на продуктах, на еде, а современно на днях. И понятное дело, что такая вот модель, есть община, во главе стоит умный, чертог, умный руководитель, ну, или не очень умный. Вообще-то, по большому счету, это модель коммунизма. Не удивляйтесь, ну, если кто-то случайно с вас читал работы теоретиков научного коммунизма, вы знаете, что при коммунизме государство не должно существовать, а будет существовать некие такие объединения людей, общинные, во главе которых стоят опять же умные руководители. Так что, вообще-то, по большому счету, можно сказать, что человечество уже жило при коммунизме. Погремена, первобытно, община, втрое. Поймите, вот это вот маленькие, ну, там, свои племена, свои царства, свои княжества, они, еще раз говорю, они имеют определенный плюс, даже плюсы, потому что они компактны, они объединяют более-менее близких по менталитету, по навыкам, по доходам, по традициям, по языку людей, понимаете-ка, то есть, грубо говоря, это объединение людей, которые более-менее едины, то есть, не разные, едины, понимаете-ка ситуация, идеально, 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 то есть, в таком объединении, ну, конфликты бытовые могут быть, но, этнически как-то не могут быть, один же, как же будут этнические конфликты в одном альтинстве. Ну, вот, такие вот племена, царства, княжества имеют такую нехорошую вещь, в Китае как раз там даже эпоха называлась, эпоха воюющихся царств. Довольно длинный это был период. Понимаете, вот эти маленькие княжества, царства, какие бы они не были, ну, более-менее монолитно с точки зрения людей, которые там проживают, они маленькие. И руководитель, любой руководитель, даже если он действительно хороший, умный, добродушный, заботливый, ему всегда не хватает денег. Ну, продуктов питания, денег, не имеет значения. Всегда, потому что он маленький. И ничего умнее не придумает, как он начинает войны с соседями. Смотрите, какая ситуация. Вы, наверное, конечно, читали учебники истории Древней Руси, истории Киевской Руси. Там, конечно, написано откровенно глупо, что русские, ну, типа, князья постоянно вели войны с полотцем. Нет. Русские князья постоянно вели войны между собой. С полотцем они воевали довольно редко, если уж посмотреть. Что касается вот Китая, да, ну, почему эпоха называлась воюющих царств. Войны были бесконечны. Причем, знаете, в чем курс получался? То, одно царство там завоевало это, 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 ура, потом раз соседи напали, это разобили. Потом это дружит с этим, это двоит с этим. Причем, понимаете, какая ситуация, почему я говорю, что история Китая интересна. кроме вот таких боевых действий, явных, больше было торговых войн. И даже сказал бы экономически. Ну, смотрите, в Китае и сейчас, а раньше тем более это имело большое значение, это решение. То есть наличие дампы и ирригации. Ну, соответственно, для того, чтобы помешать соседям. Плохие соседи, плохие хотели. Что делали? Да, да, перегораживали реки, строили дампы, чтобы вода, ну, ребят, занимались, ну, черт значит. Ну, не говоря уже о том, что вводили налоги, запреты, ставили дополнительные таможенные посты, то есть, грубо говоря, они экономически мешали соседям. Соседи мешали им. То есть торговые войны они были, причем в конечном итоге выигравали, ну, ничтожество, ну, захватили какое-то село. Ой, доходы, но мы захватили, потеряли больше. И вот этот, эпоха воюющих царств, ну, вы понимаете, как она расстроила. Да, вы скажете, крестьян, крестьян само собой разумеется, но не только крестьян, но и военные. Ведь, понимаете, военные хорошо воюют, когда ему хорошо платят, когда вот, то есть деньги, то нет, На, ну, как бы сказать, интеллигенцию тоже. Ну, в то время слово интеллигенция не существовало, но считали умные люди, в письме тоже была, которые считали, ну, это же, ну, какая-то глупость. Сколько же можно без конца и краю воевать? Это же тупик. Надо, чтобы были правила единые, ну, там вообще-то было течение людей, которые считают, что должны быть единые правила, которые должны все соблюдать, это будет хорошо. А то, что не соблюдает, ну, действительно, это нарушил, это, это, черт наш. И вот здесь, вот здесь действительно возникает желание иметь императора, империю. Чем империя отличается вот этой, так сказать, воюющих царств? В ЛС стоит императором. Так как он император, соответственно, к нему можно жаловаться. Ну, понимаете, тут получается как? Вот здесь там одно, второе, третье царство. Они воевают. Ну, ругаются за это. А тут воевать уже не надо. Они идут на поклонный император, говорят, вот подели, вот я считаю это озеро мое, это там дорога моя, или это император своим решением, или судом, или каким-то там разбирательством, парламентом, принимают решение. Да, да, то есть исчезает вот это вот сам обяк. Бесконечный войн. Второй книж. То есть есть арбитр, может не самый справедливый, не самый хороший, но арбитр, который более-менее успокаивает. Естественно, для крестьян, вот, слава тебе, господи, ну, хоть меньше это, потому что, понимаете, это бесконечные войны, что убивают все, что можно. Да, это хорошо и для солдат, думают, какие-то правила, что-то платят, что-то, не какое-то единство. Это хорошо и для купцов, для торгашей. Да, я уже молчу про вот эти интеллигенции, которые, вот, есть законы, конфуциальство, конфуциальство, да, Китай, конечно, там от нас сильно отличается. И да, действительно, эти законы, но если есть император, то есть хоть какая-то структура, которая может заставить их, исполняться. Вот это да. И по этой причине, да, действительно. Конечно, если вы почитаете историю империи Хайн, там вам расскажут про первого императора, как он много сделал, вы можете почитать действительно очень много источников. Я говорю, в чем прелесть истории Китая, там очень много осталось источников. Он, конечно, был, ну, как вам сказать, мерзанцем. Вел войну ужасно. Но он победил. Он просто победил. Но, грубо говоря, уничтожил своих врагов, которые, были против. Он выиграл. Но выиграл не за счет того, что он умный, а за счет того, что он получил колоссальную поддержку среди жителей других царств. Серьезно. Понимаете, получилась ситуация, что он захватывает другое царство, он, ну, как бы, где-то напрягался, где-то не напрягался. Потому что, там получалась такая ситуация, что местные жители, местные все царства, крестьяне, воины, с удовольствием, своего ж, вожжа, своего царька, сдавали плен этому, потому что, они говорят, вот где сидело, вот это. Просто поймите, что империя появляется тогда, когда, да, действительно. Вот это раздробленность, это экономические конфликты между маленьким царством, или вообще, это экономические бесконечные негаразды. Так всех достают, что тогда хотят сильную руку, сильную, и согласны, согласны своего любимого князя, сдать плен. Вообще иногда должное, там действительно, империя Хани очень интересно создавалась, те, ну, там сказать, князьки, царьки, которые согласились добровольно вступить, они получили все. То есть, титулы, звания, деньги, все-все-все. Ну, единственное, что им нельзя было управлять. Ну, не убили. А кто сопротивлялся, казнили. Причем казнили, ну, высказывайте, немножко жестоко. То есть, вырезали всех. Если были младенцы, младенцы тоже были. Но считалось, что никто не должен остаться. Все наложницы, все жены, все младенцы, все дети должны были уничтожены. Чтобы никакого упоминания про вот это вот династию Довлетруа царька не оставалось. Вот такие были люди. Получилось империя Хани. Получилось. И казалось бы, ну, все. Есть единый император. Нет вот этой возни между местными царками. нет. Нет. То есть, да, они идут жаловаться. Пожалуйста, разбирайтесь. Есть единые правила. Мало того, есть даже единый размер. Там уже надо дать должность, что в империи Хань впервые были установлены единые веса. Ну, измерения и так далее. Это был хаос. Считали. Деньги едины. То есть, ну, идеально. налоги едины. Потому что, вы же понимаете, что получалось. Каждый царки это дадим на другую. А тут был упорядочен. Причем так. Четно. Красиво. Верия. Да. И по этой причине очень часто ой, ой, как хорошо. Сильная рука. Она ведет порядок. Класс. Потому что как задрание. Как задрание. Да. Совершенно право. Совершенно право. После вот этой раздробленности, после этого хаотичности. Причем, поймите, эта раздробленность, она может не обязательно в виде быть царства. Это вот местные люди. Ну, 90-е годы. 90-е годы. Когда местные царки, местные царки, да, они не назывались князями-царьками. Они назывались там, губернаторами, мэром. Такая разница, как они себя называются. Но и царки. И они конфликтовали. Да, они не посылали армию, экономически конфликтовали до удурения. Такое, так мало не показывается. Патриши говорит, вот, все, пришла сильная рука, навела порядок. Хватит. Пускай будет. Но империи вещи не бывает. В самой империи заложена такая, как бы, чертовинка, которая их убит. Что это такое? Опять же, это означает империя империи Хань. Перью Хань, ну, это действительно исторически даже много описано. Убили чиновники. Хотя там у них очень много чиновники были евных. Такая была их политика. По этой причине действительно евные по-убили. Нет, не емные. Чиновники. Понимаете, если создается империя, она не может создать без чиновников. Ну, просто не может. Ну, тем более, если она большая. Никак не может. Но как только появляется воз чиновник, появляется коррупция. Причем коррупция. Вы знаете, как червячок разъедает, 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 разъедает. Вы только не думайте, что китайские императоры не пытались уничтожить коррупцию. Он умаляется. То, что вы рассказываете давно уже про было. Было все. Разные китайские императоры создавали структуру, которая контролировала решения аудиторов, которые контролировали решения. То есть, если уж чиновник совершает плохое решение или есть подозрение, что он за взятку, наказать. Ну, как вы догадываете, чиновники продавали на лапу этим аудиторам и коррупция процветала. Создавали структуру, которая контролировала то, что надо было бороться с коррупцией. Было. Ученовники тоже им давали на лапу. Потом было случай, когда император создал тайную структуру, которая контролирует тех, которые бороться с коррупцией. Это же не сработало. Те брали, те брали, те брали. Был даже такой случай, когда Нинский казнить всю семью. Сейчас немножко объясню. Действительно были случаи, когда чиновника казнят, но он зарыл сундучок золотом и типа семья богатая. Нет, казним всех! Внуку! Не сработало. Не, поймите, ситуация довольно простая. Когда это началось, ну, первых, начали просто тупо покупать палачей, перепалачей, это вопрос. Так что все это не работает. Вы знаете, получается такая ситуация, что проходит время, есть империя, и люди, которые живут, говорят, так жить нельзя. Это чиновники нас затратят. Нет, это нельзя, причем обращаюсь, что это не обязательно коррупция, что они будут взятки. Нет, взятки, в общем-то, это действие чиновников. Когда вы видите, что они вот это надо сделать, и они это не делают. Это не надо делать, они это делают. Вот это вредит, они это делают. Это надо, это не надо. Вот, потому что сама государственный аппарат, он чертовинка. А если это большая империя, государственный аппарат просто убивает сам себя. Николай I, император российский, пытался, пытался сделать что-то невероятное, сделать так, чтобы чиновники взятки не брали, и работали хорошо. ни черта не получилось. Под конец жизни он сам сказал, в России только я, то есть император, и наследник не берет. Все берут! Это при том, что он же бросил. Ну, крымская лагеря вообще показала, что да, это не работа. Полностью. И вообще, по большому счету, я знаю, что вы, конечно, любите ругать Николая Таро, вот, не развали его же. он пытался что-то сделать, ну, поймите, ну, это машина, которая себя сожрала, это, собственно, аппарат. Ну, он менял министра, менял премьеру, менял там, даже конституцию это ввел, манифест. Ну, что? Аппарат? А? Аппарат, это вещь такая. Да и Горбачев, по большому счету, он же тоже пытался поменять аппарат. Пытался. На! Не получилось. Съел, съел. Съел аппарат. Поймите, государство небольшое, любой государственный аппарат, он тоже прошивенький, но он так не разрастается и так не прецитирует сам на себя. Не создает внутренний конфликт. Потому что там, ну, размахом. А если это большая империя, то государственный аппарат, ну, что называется, начинает сам себе парейда. Так произошло в Римской империи. Ну, если вам это интересно можете почитать. Так произошло империи Хан. Потому что там, я говорю, там, посмотришь, ну, действительно сделано все вроде бы разумно, рамокно. Но этот государственный аппарат начал приводить к тому, ну, что вы правильно немножко поняли. В то время, ну, Китай, это была самая большая страна в Азии. то есть, невероятно большая. где жили миллион, миллионный, ну, сейчас, конечно, миллион, миллиарды, миллионы населения. И вот представьте, армия, которая измеряется, ну, в то время, там, ну, миллионы, не миллионы, пущи миллион солдат, на нее нападают кочевники, которых 40 тысяч и выиграют. Как? Ну, как можно миллионную армию разбить? Как? Можно. Пущи номерки, рядышком, развалили все, что можно, а не, просто разбежались, если правильно поняли. Так что, все гениально просто. Так что, по этой причине, да, империи порождают желание каких-то правил, какой-то стабильности, ну, желание иметь некого арбитра, некого такого четкости появляется империя. Проходит время, и жители империи понимают, что создается другая проблема, которая еще хуже, или не хуже, когда, грубо говоря, те чиновники просто достают такую степень, что ты уже так говоришь, не, надо ее раздавать, эта империя меня задрала. И тогда действительно происходит, этап распада империи. Тебе сказать, пройдет время, создадут новый? Да, не спорю. Вообще, в истории, если посмотреть же, Римская империя ж не единственная, империя хана тоже не единственная. По большому счету, сейчас мы даже назвать Китайской народной республикой, это возвращение тоже Китайской империи. Просто тут нет слова империи. Ну, фактически, да, политика та же. Да, действительно, есть этапы, тоже Евросоюз можно сказать, создание новой римской империи. Не спорю, не актовных аспектов, да, это действительно. Но, еще раз обращаю ваше внимание, вы можете наблюдаться эти процессы, вы можете слушаться или нет, но поменять его, изменить невозможно. вообще история такая вещь, она не любит ошибки. Помните, я вам говорил, что Советский Союз это химера, историческая ошибка. Она действительно историческая. Потому что, когда распалась Российская империя, ну, с точки зрения исторической логики все образовались и должны были существовать отдельно. Украина, Россия, Белоруссия и так дальше. Но, на штыках, это действительно история, такие случаи знаем, создали такое аморфное чудовище, которое можно называть Советский Союз, которое, да, через 70 дней это распалось. История исправивающая. История исправивающая. В истории Китая были случаи, даже многократно, когда создавали такие аналогичные, как вот СССР государства, на осколках упавших империй. И казалось, ну вот, мы же создали. И действительно проходило где-то 100, 120 и 70 лет до. Исчезали. Исчезали. История исправит. Так что, пока на сегодняшний момент, то, что мы наблюдаем на осколках Российской империи, она действительно развалит. То есть, она превращается в отдельное государство. Для того, чтобы в будущее, не через его, через столетие, обратно объединиться, но уже в другом формате. Потому что, по большому счету, даже сейчас Евросоюз, это же не аналог римского императора, далеко. Так само, как и китайская народная. Это не аналог империи Хан. Это другой. Но сначала должны распасться старые империи, чтобы создать новое. Вот такая закономерность. Так что, вы про это подумаете. Ну, и благодарю за внимание. Пишите следующий видео. Пока.